так сегодня у нас 4 мая уже вчера никуда не выходила в огород сегодня вот вышла сейчас вот выкапываю вот этот вот сорняк здесь потому что никогда давно все время лугом перепахивает решила сейчас перекопать и скопаю грядку под горох так что работа началась так но работа потихоньку движется вот немножко скопала практически половинку пойду это тесто поставила сегодня еще подобью и дальше пойду копать ну принципе немножко осталось уже вот подкопаю грядочку сделаю и посею горох замачивать его не буду хотя можно замочить прям буквально на несколько часов вот тесточка подошло сейчас я его подобью и поставлю еще пусть стоит как раз докопаю эту грядку и тесто подойдет будем печь какие-нибудь булочки для мужа так но очередной этап закончила перекопала вот сейчас беру грабельки и делаю грядочку вот следующий этап покажу как грядочка уже будет сделано сформировано ну вот так вот у меня получилось но нормально хорошо погода чудесная светит солнце вот такие вот облака прям летние кучевочки плывут вот солнышко тепло сегодня тепло завтра говорят еще тепле будет говорят синоптики говорят муж у меня уехал где-то сказал я за речку ну хорошо за речку за речку это значит возможно возможно привезет рыбки вот так ну ладно не будем долго отдыхать будем дальше работать так ну вот следующий этап у меня почти что завершён осталось засыпать горошки просто опять же для истории расскажу и покажу 10 место вот это я уже посеяла там и утром бавалов как сказать прибила влагу да здесь горошек он покупной низкий то есть не требует опоры ну хорошо посмотрим вот здесь вот две два рядочка у меня вот этот сразу с крайней я его во первых замочила немножко но буквально тут не знаю сколько у меня часик она помогла он помог вот это тоже покупной светофоре покупала горошек сорта сорта я сейчас не скажу можно будет потом зачитать вот а следующие два рядочка это мои семена которые я собираю со своего гороха который у меня вырастет я его собираю вот не замоченный сухой посеяла хотела два рядочка сделать всего два рядочка и в серединке натянуть сетку когда уже взойдет чтобы на сетку опиралась все это как сказать держался за сетку но мне тоже я пожалела землю так сказать ну как не то что пожалела грядка вроде как широковато я так думаю для двух рядочков вот решила сделать вот именно так но потом посмотрим может быть по краю может быть по краю но палочки воткну вот в середке поставлю сетку ну а там видно будет как что все равно меньше палочек нужно будет ну вот этап завершён практически сейчас я засыплю все это утром бою прибью влагу и и пойду еще возьму семена цветов посею вот сюда сюда вот в этот чан пока подумаю вчера посмотрела у меня там есть подсолнухи ну тоже декоративные подсолнушки вот попробовать там скопать немножко не ну там дернина не знаю скопается не скопается так ветер дует не знаю слышно меня не слышно вот попробую я скопать если получится если не получится то то может быть еще вон там говорить вот или это колесо положу мне здесь тоже его не хочется класть сейчас засыпаю горошек потом со семенами пойду маня вышла на охоту маня ты на охоту вышла мух ловить вот сейчас на грядке будут бегать им так нравятся грядки когда сделаешь они начинают скрести иди иди куда-нибудь другое место так ну что одна грядка готова слава тебе господи все горох посеяли но я еще потом еще буду сеять это так для начала чтобы первый горошек самый ранний был так опять ветер дует не знаю слышно нет меня так но здесь вот что я сделала скопала маленько вот здесь вот землю дерну брала но этот пырей конечно он тут все равно полезет но я посажу здесь сейчас подсолнечник вот в эти колеса пока не знаю что посею там возле дома где я показывала тоже там я посею господи забыла как они называются эти семена то цветочки короче вьющиеся все пошла сейчас домой за семенами посею маленькой пойду у меня там тесто поднялось уже муж с рыбалки приехал муж рыбу почистил надо рыбу жарить короче работы столько вязать некогда абсолютно вязать абсолютно некогда ну что зиму что ли ждать да нет все равно сейчас маленько с огородом управимся да будем за вязание браться да маня маня вот по идее надо она будет сейчас я наверно закрою эти эту грядку палками вот этими чтобы кошки там не лазили так сюда посеяла подсолнечник вот ну он двух сортов у меня был поэтому по краям посадила и в серединку разные вот здесь лаватера вот здесь лаватеру посадила посеяла и сюда лаватеру посеяла тоже разная лаватера значит здесь просто лаватера смесь окрасок написано а это лаватера монт бланк ну посмотрим что вырастет не вырастет в принципе рассада есть у меня если что потом буду рассаду рассаживать так пойду ипомею посею так значит ипомея посеяна ипомея и по бокам я посеяла еще настурцию которая высокая вот не знаю ну взойдет не взойдет еще раз говорю не взойдет у меня есть рассада поэтому что-нибудь потом посажу так теперь теперь вот у меня есть еще эшольция вот эшольция такая еще другая есть и вот думаю куда бы ее посеять куда бы ее посеять пойду там еще посею наверное где-нибудь ну вот сюда посеяла эшольция эшольцию 2 вида у меня было два цвета даже вот сюда посеяла эшольцию это мне для памяти чтобы я не забыла о том может быть я потом забуду и что-нибудь еще посею ну все пошли домой там у меня тесто уже подошло пойдем пироги печь вот такое тесто у меня поднялось какое хорошее сейчас напечем булок будем деда булками кормить он поймал рыбку сейчас покажу три карасика ну пожарю наверное пусть кушает поправляется вот накатала пирожков булочек сейчас поставлю запекать сейчас маленько они поднимутся смажу яйцо и поставлю в духовочку запекать потом покажу что получилось ой девочки конечно устала сегодня то что копала работала на участке устала сегодня среда кстати сегодня эфир ничего я про эфир не рассказала вам и придется вечером конечно я все равно выйду но вы это все будете позже смотреть но все равно не стала планировать рано потому что работала сейчас вот буду еще печь булочки мне еще надо будет магазин сходить вот а магазин пойду за мешками для мусора большими мешками я не знаю сколько они насколько они идут литров вот зачем мешки эти я вам потом расскажу рыбку я пожарила рыбка готова уже муж где-то на улицу ушел вот не знаю то ли он хотел пахать я ему сказала что давай будем копать вручную чтобы всю траву выкопать ну не знаю что он там решит может быть он просто пройдет по огороду и повыкапывает эту траву не знаю ну вот булочки готовые испеклись сейчас вытащу тут еще и хлебушек спекся у меня я сегодня прям как золушка и в огороде поработала и хлеб испекла и булочек напекла прям золушка золушкой пятое мая время вечернее закат солнышко уже садится уже маленько стало прохладно я сегодня поработала опять активно сейчас покажу что сделала устала очень прям спина отнимается ну такая такая погода такая пора такая весенняя пора так ну что посадила морковку посеяла вернее сказать правильно да вот такие грядочки сделала вот первую грядочку морковку посеяла одну просто морковку потом думала 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 гадала думала ну что же посадить дальше то ли ну как бы сейчас то еще сильно лук еще рано садить потому что я как-то посадила лук он у меня в стрелку ушел не знаю по этой причине или не по этой но как бы боюсь еще садить лук вот потому что еще будет холодно морковки то ничего не будет ну вот короче сделала приготовила грядки как в прошлом ма вася ма бешеная господи все грядки тут у меня поистопчет вот приготовила вот эти две грядочки с одной стороны посеяла морковку вот вот как бы сейчас смотрите с левой стороны девайсю стоит вот на первой грядке с этой стороны и на второй грядке тоже с той стороны вот а с этой стороны буду садить лук я прошлом году делала тоже такие узенькие грядочки и по рядочку вот рядочка рядочек морковку рядочек лук садила и мне очень понравилось поэтому нынче тоже решила так сделать вот такие между между грядками такие проходы хорошие сделала тропинки вот но эта грядка у меня еще пустая стоит так я просто приготовила вот но здесь ничего пока не сидит поэтому вася можно попрыгать на грядке ой спина отнимается вообще отнимается спина невозможно ну что вот это моя куча была вот эта куча была у меня с мусором так сказать да все муж мне ее сделал как грядка и с виду как будто огуречная грядка такая красивенькая получилась ничем я ее не буду обрабатывать хотела я ее облагородить какой-нибудь сеткой ничего не буду вот луночки полила горячей водой по три семечка туда положила кабачки но я конечно по-другому маленько хотела я хотела просто луночки сделать и земли насыпать вот но он не сделал прям вот такую гряду так не показываю вот так вот прям сделал мне ну и поэтому да ладно пусть пусть будет так вот поэтому и закрыла вот этими банками крышками как бутылками обрезала бутылки и закрыла но потом наверное они не будут видно будет как погода еще господи можно будет потом 10 раз пересеять но здесь так я пока ничего не посеяла пустая стоит но здесь у меня я уже говорила что посадила посеяла видать цветочки здесь еще одно колесо земли туда потом насыпать посеять каких-нибудь цветочков здесь вот подсолнухи я уже говорила что посадила ну и в общем то наверное все но там показать ну там принципе показывать нечего тут все все то же самое осталось то маленько возле дома еще расчесала траву маленько прибралась но здесь здесь я тоже хотела вручную копать но у меня сил нету муж не хочет копать он говорит я траву здесь по выдергаю где маленько по выкопаю и спашу ягну паши я уже все уставшая но это все вот куда это столько чего засаживать не буду много ничего садить помидор у меня нынче мало поэтому так ну вот сюда поставила качелю вот нынче еще не не прикрутила ничего решила сюда поставить ее ну а здесь вот у меня будут вот в этих вот вазонах у меня будут цветы сидеть вот эти тоже это все из-под холодильников из-под старых ненужных вот так что все пошла домой завтра на работу пошла отдыхать 6 мая я вновь на работе сегодня у нас чудесная погода небо ясное ветра практически не там это метра два всего дует ну то есть вообще красота сегодня у нас и обещают целый день такую погоду хорошую теплую вот я пошла опять на площадку все это сейчас у меня первый срок ну так что так что продолжаем работать девчонки я опять на работе и вот связала такую салфеточку так мне понравилось их вязать смотрите какая красивая давить красота вот смотрите какую красоту тоже вяжу вижу закручивается одной рукой держу телефон другой рукой пытаюсь поправить вот такая вот красота тоже получается но интересно конечно здесь маленькая накосячила конечно никто не заметит если я не скажу никто не поймет поэтому я ничего не говорила и в общем то можно несколько цветов взять например три цвета взять но я вот взяла два клубочка вот таких и вот пытаюсь тоже что-то вывязать думаю может быть что-то наподобие подушечку маленькую думочку какую-нибудь связать вот такая красота ой кое-как дошла до работы сегодня сегодня у нас 7 7 мая на улице что творится это кошмар ветрище я меня чуть не сдуло ужас какой-то холдрыга покажу вам потом все всем еще раз привет сегодня у нас повторюсь 7 мая 2022 год я второй день на работе вчера ничего не снимала принципе вчера день хороший был спокойный хотя прогноз потом пришел даже не прогноз а штормовое предупреждение пришло вот что и гололедные явления и снег и дождь и шквалистый ветер до 27 метров вот но отработала я нормально в общем то ничего этого не было сейчас я смотрю на улицу и начинается у нас снег всю ночь сегодня дул ветер такой страшен я практически не спала потому что вот это вот все и я представляла что там лежит снег на улице вот на утром стала посмотрела снега нет окна все заляпаны непонятно чем потому что видать ветер пыль вот это вот все и шел видать небольшой дождь и вот это все залепило все окна грязью можно сказать такого ни разу не было сколько себя помню вот но ветер сейчас порыв у нас 20 метров дует но это порыв максимальный порыв а так 7 18 8 8 средняя скорость или порыв на 18 метров вот ну вот небольшой небольшой снежок пролетает сейчас я его отмечу себе пока на листочке напишу потом все в книжку запишу чтобы у нас так 24 а вот и пошла когда на работу сейчас вышла на улицу смотрю все везде валяется как обычно там то одно упало то другое упало все везде свалилось у соседки забор повалился вот но не стала снимать потому что очень холодно во первых холодно температура у нас сейчас 0 градусов вот я не стала перчатки одевать пошла еще ветровки можно было куртку одеть вообще-то вот дубарина такая на улице ветер дует с ног прямо я иду меня вот так ветер навстречу а я пошатываюсь ну вообще кошмар короче не знаю как сегодня день пройдет ну ладно ветер пусть хотя бы такой дует но лишь бы лишь бы не было никаких других явлений там было людных явлений вот чтобы ничего такого не было не хочу у нас какой-то один год был такой что тоже в середине мая там столько снега на выпадала там тоже такой витрина был вообще кошмар вот так так что мы сегодня работаем сегодня у нас день какой будет насыщенный да ну я имею ввиду про себя потому что вам это вам это вы просто смотрите смотрите а я конечно буду буду все это наблюдать и контролировать так сказать да вот потому что все штормовые телеграммы сменщится мне все уже передала мне вот оставила вот именно такую погоду уже с таким максимальным ветром 20 метров вот ну вот сейчас пролетает снежок но тоже утром пролетал снежок я когда встала одевал смотрела в окно что пролетает снежок ну так что так что вот такая погода у нас день на день не приходится если вчера была чудесная погода я говорю даже не стала ничего снимать потому что вы все уже видели я вам все уже это показывала вот поэтому не стала повторяться но сегодня вот решила поделиться еще именно с непогодой именно с непогодой но все равно взяла клубочки на работу дома где-то между прочим между делами все равно немножко может быть повяжу ну и все до следующего включения не знаю что что еще тут у меня будет может быть что-то еще покажу вам интересно все всем пока а Пока снимаю из окна. Там на улице невозможно ни говорить, ни снимать. Вообще кошмар. Вот у меня уже конец рабочей смены. Время 6 часов, 7. Скоро пойду на площадку. Вот видите, что творится. Вот сегодня такая погода. Снежище. Но в течение дня... Так, отдельные снежинки пролетали. А сейчас вот, пожалуйста. Ветер до сих пор завывает. Ужас. Ужас, ужас. Ну вот, насыпала снежку. Сегодня сейчас прям такой хороший зарядик прошел. Вот такие облака у нас. Там солнышко даже еще есть. Но все, маленько ветер стихает. Вот все, последний срок. Сейчас отработаю и домой пойду. Теперь через 3 дня на работу. За 3 дня погода успокоится, утихомирится, наладится. И все хорошо дальше будет. Сколько снегу насыпало. Май месяц. Всем доброго времени суток еще раз. Сегодня у нас уже 8 мая. У меня приехала подружка. Вот мы сегодня собираемся. Собираемся посидеть маленько за столом. Встретить друг друга. Поговорить. Пообщаться. Так что я сейчас вам все потихонечку покажу. Вот у нас в гостях Люся. Помаши ручкой. И Танюшка наша, любимая подружка, которая приехала из Томска. Мы сейчас ждем еще одну подружку. Должна подойти. И будем сидеть, общаться, разговаривать, встречаться. Может быть даже песню споем. Вдруг захотим. Люся любит песни петь, да, Люся? Ой, скромная сидит. Ну ладно, все. Мы сейчас ждем еще подружку. И потом мы пообщаемся, посидим, поговорим. Может быть потом что-нибудь еще покажу вам. Вот у нас уже идет почти что чайпитие начинается. Кипит чайник, закипает. Сейчас шумит он, шумит. Вот. Мы продолжаем. Продолжаем сидеть, общаться. Песни больше не пели. Но сейчас Люся говорит, а почему мы песни не пели? Я говорю, сейчас споем. Сейчас чай вскипит, и мы споем песенку какую-нибудь. Нет, я не так сказала. У меня еще будут небольшие подарочки. Люся, как ты сказала? Я сказала. Уже, говорю, торт поставили, а мы еще песни не пели. Да как так-то? А почему Люся не выдергивается? Ну, она... А надо, чтобы удергивался? Почему у вас усы? Я пыталась. У вас ус отклеился. Как в этом кино, да? У вас ус отклеился. Вот, не отклеивается. Усы не отклеиваются. Так что все живое. Все настоящее. А у вашей кошечки там усов нету, да? Она без усы или есть усы? У нашей кошечки есть усы. Есть усы. Это моя кошечка. Это не наша кошечка. Это моя кошечка. Была наша, стала ваша. Вот. Главное, чтобы это все было занесено в армию. Это моя девочка безусая. Она что, юная? Ой, маленькая. Да. Я так очень рада. Я вот прям даже скажу для всех, что у меня такие хорошие подружки. Я очень рада. А у нас-то какая хорошая подружка? Нашему знакомству. Хорошая подружка, да. Не призы, а подарки просто для вас. Для вас, любимых. Для нас! Ура! Ничего себе! Так. Ой, что это там? Котенок. Призы. Ну, так ты бы хочешь что-нибудь. Так. Я хочу вам подарить вот такие салфеточки. Вот мне хорошо. Спасибо. Ну, цвета, я не знаю, какие вам нравятся больше всего. Мне какой-то нравится. Выбирайте сами. Мне какие две достанутся? Две? Я люблю красный. Можно я вот эту? Можно. Ну, а эти мне. А я могу другую просто еще одну сделать. Почему? Еще одну? Да. Еще одну? Третью? Нет. А что, поменять? Вторую. А, или они... Одну мне, я на работу. А, вон ты как! Да. А я тебе еще одну. Я мароккально отрешла. У от Санки, к ней когда прихожу, у нее такая вот салфеточка квадратная, только она вот такая виниловая, как из блестки, там с салфеткой. Так и я могу научиться такие салфеточки вязать. У нее стоит телефон на этой салфетке. Вот теперь мой телефон будет стоять на этой салфетке. Кто-то будет знать, где он есть всегда. Да. Ты будешь знать, ага, мне надо положить на салфетку. Так, ну хорошо. И сказать, у нас салфетка. У меня еще есть салфетки, я всем по одной еще подарю. А зачем? Мы тогда будем по два бокала ставить. Давайте. Я просто вот сейчас, вот я беру в руки одну салфетку и говорю. Так, это чья? Кому? Чей фант? Чей фантик. Так, как-то придумать надо по-другому, да? Так, как бы это придумать-то, господи? Я у Дуси спрашиваю, кому этот фант? Да, давай, давай. Кому этот фант? Люси. А как? Люся, это тебе. Хорошо. Это она такая ровненькая. А кому этот фант? Ну, посмотрим, может еще и поменяемся. Алина тоже там входит, Нина? Ну, пусть будет. А, там еще моя была, которую ты вон ту забрала. Нини. Хорошо. Вот такая вот моя. Красивая. Давай поменяемся. Моя. Да подожди, может ты еще другой цвет захочешь поменять? Ну, давай. Там уже краша. А там у этот фант. Сейчас я... Они все раздам, а? Да, они срочно. Домичайно. А там больше нету еще одна? Это та, которая ты из меня забрала. Так? И вот эту мы поменяемся. Соленка. И вот эту мы поменяемся. А что тебе это не понравилось? Мойте, смотри, под цвет. А что тебе? Смотри, какие красивые бабочки. В бантике там, да-да. А мне эти больше понравились все. А что у Дуси всего одна? Да я Дуси тогда вот эту вот. Ну, а мне нормально, что ты? Вот. О, Господи. Да мне вот ты же... Да ладно, перестань. Ты же дарила нам, вот. Все. Вам, а мне не дарила. Все. Кому что дарила? На свое дне рождения. Мое лицо подсмотри. На свое дне рождения. На свое дне рождения. А откуда она у меня взялась-то? Ты на день рождения. Сейчас все заберет. Подожди. Сейчас она меня это лишит. Тебе не надо. Я вот эту выбрала. Все. Ладно, на. А ну... Да ладно, Дуси. Дуси, почему она отдала шалаби для этого? Да ладно, я чего. А так у меня маленькие. Видишь, у нее большие. А то у тебя три. А у нее тоже три. У меня тоже три. Вот. Она дальняя. А ты сама не сли. Она показалась от этой, а она красивая. Тут бабочки. А мне эти больше нравятся. Бабочки или бантики. Мне вот это только. Мне все нравится. Теперь я буду. Мне все нравится. На одной салфетке. Ты сможешь ставить на другую салфетку. А вот эту можно я просто посмотрю? Люся, тебе... Ой, Господи. Да не буду я забирать. Я просто посмотрю. Мне будут ставить. Большие какие. А на эту салфетку? Ну, дома придется. Придется. Вот это на вот этой стороне. Вот это на вот этой стороне. Ну, да, смотри. Это левое, правое есть. Да, вот это вот. Вот это оригинальное. Разное рисунок. Вот это вот как? Да, да, да. Видите, что такое рисунчик? А это раз вот так. Вот он раз вот так. Да, да, да. Они когда были на день рождения у меня, я им дарила подарки тоже. Ну, я дарила вот эти вот тигряки каких-то там. И салфетки. И салфеток мне не дарила. У меня только столько. У меня много есть тигренок. И Люся. А, нет, и тетя же была у меня тоже. И тетя радостная была. Ну, я-то сейчас не могу. Ах, давай. Салфетка пригодилась. Чукнуть. Огни так много золотых, на улицах салфетки. Парни так много холостых, а я люблю женатого. Так рано он завел семью. Печальная история, я от себя любовь таю, от него тем более. Я от него тем более, я от него бежать хочу. Лишь только он покажется, а вдруг все то, о чем молчу, само собой ускажется. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Люсь, ну ты же умеешь петь. Нет, я не умею песни. Что пою? Нет, я не умею песни. Я не мешаю вам. Не сильно мешаю. Я это. Я говорю, ну что почему? Главное, так хорошо все держит, все. А потом человек, что и поет. Спрашивает. Не, ладно, какую песню, что-нибудь. Да я не такую. Мы сихали в воду, А нам мы согнете. Я не знаю, я только одну строчку помню, она пела. Люся. Давай найду. Давай. Не сихали в воду. Куда понесла, не знаем. Ну куда-то. А сколько приеду? 18-го. Можно я пойду на первом? Галя в воду, Карами слагнеться, А за нею, Иванко, Як барвинок в Єнзя. Як барвинок в Єнзя. Галя в воду, Да, Лёш моя в Алю, Дай воды напиться, Ты такая хорошая, Дай хоть поделиться, Ну не торопись! Нет, я уж цараплюсь. Дай вдохнуть и выдохнуть. Я не успеваю. Водоустолочку, иди напиться, я буду в садочке, приди подивися. А два раза не надо повторять? Надо! А я пойду в садочку, дай хоть подивиться. Не цегаля воду, коромы слогнеться, а за ней Иванко, як борвинок вьется. Галю моя, Галю, дай воды напиться, ты така хороша. Дай хоть подивиться, ты ж така хороша. Дай хоть подивиться, водаустолочку, дай води напиться. Я буду в садочку, приди подивися. Я буду в садочку, приди подивися. Она очень не поет, приди подивися. Нет, я как-то в темпе ее слышала. Я тоже. А мне казалось, что она это... Я ее вообще не слышала, я сама ее пою. Я сама ее пою. Нет, ну не с такой скоростью. Ну не с такой скоростью. Это не наша песня. А это наша песня. Ну не с такой же скоростью. Так прогнозительно. Ну я, наверное, ребенка спать укладывала, поэтому я скорость убавила. Я под эту песню ее колыхала у колыски. По-моему, что ли? Ну, а мне какая разница? Нет, есть, пришел у садочек Галины Майя. Я все так ставила. Латун нету? Да. Ага. Где-то на сушке упала. Ну вот, день прошел. 8 мая. Собираюсь провожать девчонок своих. Потихонечку расходятся, разбегаются. Одна уже раньше убежала. Две тут заканчивают поддеваться. Сейчас на улицу выйдем. Провожу их. И все. День у нас практически сегодня закончен. Уже полдевятого, наверное. Так, ну вот, девчонки мои ждут машинку. Сейчас машинка вон подъехала уже. И они отправляются. Отправляются. День прошел удачно, хорошо. Еще бы кто-то кучил. Ну, давайте. Все, счастливой дороги. Пока-пока. Ну, а я пошла пройдусь по огороду. Бочку снесло вчера ветром. Вот. Кошки тут роют мои грядки. Кошки роют мои грядки. Вот цветочек уже растет какой. Марин корень называется. Марин корень. Ну, вчера такой ветрищий был. Конечно. А тут вот соседские куры соседские куры разрыли мою грядку с горохом. Ну, ладно. Потом на днях соберу. Все еще подсею. Подсею и надеюсь, что все будет хорошо. Сегодня хорошая была погода. Солнышко светило. Ну, у нас сегодня был хороший день. День встречи. О, Маня. Маня. Манюня. Вот. Радостью у кошки носиться по огороду. Манюня. Маня. Сегодня Василиса принесла ей мышку. Вот. Она с мышкой играла сегодня. Да, Манюня? Ну, здесь мои кабачки растут, наверное. Мерзнут. Доску тоже, наверное, вчера ветром унесло. Ну, все. Девчонок проводила. Пошла дома. Где там что посуду помыть-то? В эфир. Сегодня выходить еще. Сегодня не выходила в эфир. А-а-а. Ветром унесло. Облепиху. Муж, думаю, что сейчас сказал мне про облепиху? Я даже не поняла. Сломала облепиху вчера ветром. Ничего себе. Мы вчера только с мужем разговаривали на эту тему. Не вчера, а позавчера. Мы с ним ходили, разговаривали на эту тему. Что он говорит, ну, последний год и срубим ее, спилим. Потому что она уже старая. Все, нету облепихи. Ну, ее, конечно, надо просто спилить полностью и все. Вот. Ну, здесь вот у нас растет. Вот облепиха растет. Свеженькая, новая. Ну, пусть растет. Что теперь сделаешь? Раз такой ветрищий вчера был. 20 метров дуло. Да. А он сейчас сказал, я и не поняла, что он сказал про облепиху. Оказывается, облепиху снесло. Да, ветер вчера был ужасный. Ну, ладно. Все, пошли, Маня, домой. Маня, домой пойдешь? Манюня? Маня? Пойдем домой. Все. Все. Пилил.